Вроде бы, Пазл Квест появился на компьютерах не так уж и давно. Только теперь у него есть приставка Galactrix, означающая, что приключения перешли в космос, и теперь именно там будут происходить битвы на фишках. Что могло измениться, кроме антуража и сюжетной истории в игре, в которой надо всего лишь передвигать фишки, если она плавно перебралась с фантастических полей сражений в космос? Оказывается, весьма и весьма немало. И первое изменение коснулось именно правил игры. Нет, здесь по-прежнему надо составлять фишки в комбинации по три и более. Только раньше вы проделывали это с круглыми фишками на квадратном поле, а теперь все основные игровые предметы превратились в шестиугольники. И сдвиги фишек на место вышедших из игры идут со всех сторон. Точнее, не совсем со всех, а именно в ту сторону, в которую ушла фишка, выбранная вами первой. Отсюда новые возможности для маневров, благо игру всегда можно увести в нужную вам сторону. А уж если не удалось, то тут будет, кстати, фирменная возможность переигрывать до посинения. Но это самое главное и важное нововведение. А что же представляет собой остальная игра? Вы выступаете в роли владельца космического корабля, бороздящего бескрайние просторы галактики, населенные звездными системами. Корабль путешествует от одной системы к другой по звездным тоннелям. А уже в самих системах капитан занимается важными делами по оказанию помощи тем или иным страдальцам, благо он их хватает. В числе прочих систем замечены и Терра, но фракция землян в игре отсутствует. Видимо, разработчикам не удалось купить лицензию правообладателей имени, как это часто бывает в не очень прославленных автосимуляторах. Системы населены планетами, шахтерскими астероидами, космическими базами и ремонтными станциями, а между ними в изобилии снуют корабли. И нельзя сказать, что всегда доброжелательны. В игре немало фракций, и действуя в интересах одной из них, вы сражаетесь с другой. Так что мир в космосе невозможен в принципе. Кстати, каждая система имеет весьма подробный набор характеристик, от формы правления до основного способа добычи средств, что иногда существенно облегчает решение заданий. Как и прежде, игрок здесь — главное действующее лицо. Он воюет, растет в уровнях, торгует, решает чужие проблемы. Главная его проблема поначалу — открыть пошире карту галактики, вскрывая точки переходов. Проблема в том, что этот тип игры требует быстрых решений. Надо на время закрыть определенное количество цветовых троек в определенной последовательности. В более поздней игре придется сражаться с другими кораблями. Здесь уже времени никто особо не считает. Хотя не забывайте о черной дыре, карающей за слишком длинную партию. Однако правила уже совсем другие. Как у вас, так и у противника есть броня и жизнь, которые можно восстанавливать в процессе боя. Броню синими фишками и кое-какими махинациями, а жизнь — только специальными устройствами. Здесь одним только умением правильно складывать фишки в тройке вам уже не обойтись. Надо будет правильно подобрать коллекцию приспособлений, аналогов заклинаний из предыдущей игры для ведения боя, а заодно уже приобрести приличный космический корабль. Тем более, что их можно как выиграть в процессе осуществления заданий, так и просто купить. Можно и создать самому, но это непросто. Главное, что за бои вам дают ценные очки опыта. Выполняя задания, опыт набирать сложнее. Для тех, кто хочет только выигрывать, есть свой способ — накопить побольше денег и купить самый мощный корабль. Решить проблему с деньгами можно, добывая ресурсы в шахтах, тем более, что их никто не охраняет. Только вот галактику открывать все равно придется. Постоянно ковыряться в одной и той же шахте не дадут, надо постоянно открывать новые и лишь периодически возвращаться к старым. Зато продажа далека от монополий. Если на Тере плохо платят за пластмассу, космический торговец пожимает плечами и улетает на другую планету, где цены повыше. А уж накопив денег, покупает новый огромный корабль и идет показывать обнаглевшим пиратам кузькину мать. К сожалению, ушли в прошлое различные классы с их уникальными заклинаниями, не говоря уже о помощниках, которые нынче исключительно для мебели и только беседуют с игроком, более никак не помогая. Ну и того, что есть, более чем хватает. Есть и еще множество мелочей, о которых не удалось рассказать в этом ролике, однако на них стоит хотя бы взглянуть. Нельзя сказать, что эта космическая опера намного превосходит своего приземленного предшественника. Просто она другая. Но уж точно не хуже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова